Приветствую вас, и знаете, я бы сказал, что вы занимаете позицию такой очень классической жертвы. Вы очень классическая жертва дирана по треугольнику Гартмана, и вы классическая жертва дирана своей мамы и бабочки. И парадокс весь заключается в том, что не ей нужно идти к психологу, а вам. Вам нужно работать с психологом и вам нужно менять свой подход к жизни, к работе и так далее. Понимаете? То есть, это вам нужно зарабатывать больше для того, чтобы получить средства, чтобы съехать от неё в другой город, то есть, в другую квартиру и просто не пускать её в свой порог, на свой порог. И что она вам сделает? То есть, выход на самом деле мне видится только один. В принципе, это съехать, вот, изменить, как бы, свой подход к деятельности, да, потому что вот вам 26 лет, а вы, значит, работаете, но у вас, как я понял, нет перспектив особых. Вот, то есть, у вас нет увеличения дохода и, соответственно, всё. И по факту, по факту, по факту вы уже смирились с тем, что ничего изменить не можете. Но ваша мама молодая, и жить она будет ещё, ну, скажем так, лет 30 минимум, да, скорее всего. Бабочка сколько-то будет жить тоже. Вы будете ждать, пока мамы и бабочки не станет, но вы уже перенимаете некоторые поведенческие, мыслительные аспекты у своей мамы. Это значит, что ещё лет через 20 вы станете думать полностью так, как она, если не раньше. Поэтому вам свою жизнь нужно брать сейчас в свои руки, искать источники дохода, менять работу, вот. С мамой не спорить, просто поставить себе цель, цель съехать от неё в другую квартиру и, соответственно, просто-напросто её не пускать. Вот. Что меня особенно поразило, это то, что у неё есть ваш номер телефона и номер телефона ваших подруг, а также номера отелей. Вот. Как всё это оказывается у неё в доступе, у меня вообще непонятно. То есть, она может быть какой угодно, но если вы допоролите свой телефон, если вы не дадите ей никаких данных, она ничего не узнает. Понимаете? А если однажды она перейдёт границу, то она же сама очень сильно обожжётся. То есть, вы, по сути, находитесь в неких созависимых отношениях, потому что вы ей потакаете, по сути дела. И мне кажется, что вот этих моментов ей нужно в первую очередь избегать. То есть, там, где можно перестать ей потакать, пусть горёт, пусть бесится, пусть там это всё, пусть, пусть, пусть это всё будет, вы делаете что хотите. Вот. Значит, соответственно, ну, если она вас избивает, то можно и в полицию заявление подать, и научиться давать ей сдачи. Вот. И, собственно, ставить цель по переезду. Но я полагаю, что вы в глубине души этого не хотите, потому что ваша мама делает всё, чтобы вы остались у неё под крылом. Она не хочет, чтобы вы уходили. А вы, скорее всего, не хотите уходить тоже. То есть, все вот эти ваши, ну, все ваши поведения говорят о том, что да, вы рвётесь на свободу, но рвётесь на свободу отдыхать. То есть, это не как постоянное времяпровождение. Понимаете? Вот. Поэтому, что сказать? Здесь нужно сепарироваться от родителей. Это первая и самая важная цель. Дальше работать с психологом по устранению негативных последствий от того, что ваша мама вам, ну, вложила в вас. Вот. По общему правилу, вы не уверены в себе, вы достаточно негативно воспринимаете мир и, самое главное, не цените себя как женщина, потому что у вас нет мужчины, нет отца. Вот. Ну и, наверное, обесценивайте мужчин тоже, как, ну, обесценивайте мужчин через механизм защиты. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Это даже не советы, да, там, что психологи советов не дают, это такие, скорее, рекомендации вам будут. Вот. Ваша мама, она не поменяется, безусловно. И меняться, и смысла нет, стимула меняться маме нет, никакого. Вот. Поэтому со стороны мамы будет всё так, как есть сейчас, на данный момент ничего не изменится. Вот. Всё в ваших руках. Всё в ваших руках. И я считаю, что если вы подойдёте к вопросу серьёзно, вот, то сможете изменить. Ситуацию сможете добиться, достичь всего, чего захотите. Вот. Самое тревожное то, что вы считаете, что проблема именно в вашей маме, а не в вас. Это самое тревожное. Почитайте про прикольный Карпина, почитайте про шерфу, почитайте про созависимость, ну, просто-просто в общих чертах. Ознакомьтесь с этим. Вот. И обязательно почитайте про игру ДАНО. ДАНО. А также про игру Родительский комитет. Вот. Почитайте, пожалуйста, про эти вещи. Вот. Вам это поможет лучше понимать то, что происходит. Вот. Ну и личная ответственность, аноним. Личная ответственность то, что вам необходимо. Вот. Личная ответственность это то, что вам необходимо тоже себе как бы взращивать и развивать. Вот. То есть вы сейчас, например, работаете для чего? Чтобы что? Какой вы увидите себя через пять, через шесть лет? Понимаете? Вот это вот очень важные аспекты всё. Без которых вам будет достаточно сложно что-либо делать дальше. Вот. Так что вот то, что вам можно сказать. Да, немного, но тем не менее. А что бы я рекомендовал? Да, я рекомендовал поставить цель, цель зарабатывать больше денег любыми способами. Вот. И я рекомендовал бы больше внимания обращать именно на себя. На себя, да. То есть, по сути, по сути, делать всё то, за что мама вас не избивает, а только орёт. Пока что. Вот. А, значит, соответственно, физически себя подготовить, чтобы она не могла вас и избить, чтобы вы могли ей дать отпор. Вот. Хотя, если честно, мне кажется, что молодая девочка может дать отпор такой более старшей женщине. Вот. Достаточно легко. То есть, здесь, мне тоже не очень понятно, вообще, значит, причина того, почему вы позволяете себя избивать. Вот. То есть, почему вы себя не защищаете. Какие вам движутся мотивы. Вот. То есть, тут вот нужно, ну, пару консультаций, чтобы с вами разобраться, чтобы понять, какой человек вы, и выработать стратегию освобождения. Вот. Это так, как видится мне. Даже не освобождение, а просто раскрытие того, чего вы хотите, да, о самостоятельности, вне зависимости от того, с кем вы, где вы и так далее. Вот. Ну, и понятно, что это идея, да, что ваша ману везде, везде вас достанет, да, это, на самом деле, опять же, жертвенная позиция. Вот. Потому что она вас достает только потому, что вы позволяете, вы позволяете ей себя доставать ради своей выгоды. Вот. А выгоды, это страх, скорее всего. Страх свободы. Вы же привыкли жить мне свободно, привыкли жить всё, как бы, так вот, знаете, в борьбе такой. А если будете свободны, то придётся личные границы простраивать. А у вас их нет. И вы это знаете. И поэтому вы себя удерживаете в этом состоянии. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, всё это нужно корректировать, всё это нужно править. Так что, обращайтесь за личной консультацией, если у вас есть желание. Вот. Ну и, в принципе, съёмка, съёмка квартиры в вашей ситуации тоже неплохо, да. А, соответственно, подруги вам помогли бы, там, с пропитанием и так далее. Первое время, пока вы не начнёте зарабатывать больше. Вот что я уверен, вы тоже можете. Вот. Вот, соответственно, что-то вам можно порекомендовать. Ну и непонятная немного история с подругами. То есть, до подруги есть, у вас почти нет друзей. Вот. Также непонятно, почему вы не можете встретить мужчину, познакомиться с ним и просто уйти и быстренько к нему жить. То есть, как вам мама узнает, что вы встречаетесь с мужчиной. Вот. Конфиганцев с ним можно договориться с каким-нибудь другом, другом там и так далее. То есть, варианты при желании найти можно всегда. Ну вот. Ну вот так. Вот то, что вам можно сказать. Вопрос в том, готовы ли вы это всё делать, знаете. Вопрос в том, что лежит в глубине. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Редактор субтитров Н.Александрова